Всем привет с канала BrimTeam. И сегодня у нас такой обзорный ролик на приложение, которое я использую для пометки своих мест в плане рыбалки. Называется оно EveryPlace. Заходим мы в него и оно представляет собой какую-то может быть копию гугл карт вот такого плана, где мы можем оставлять наши метки, сгруппировать их и как раз таки ставить их и отмечать. На данный момент у меня здесь стоит 35 меток, но о них чуть попозже. Суть этого приложения заключается именно в том, что мы можем оставлять пометки на карте тех мест, где мы ловили и которые нам понравились, оставлять какие-то комментарии и записи. Значит по поводу карты мы тут посмотрели. Здесь в ролике не будет очень затянутой информации. Короткий обзор приложения, так как считаю его очень полезным. Далее у нас идет хронология. Это то, когда мы оставляли наши места, их заводили, так сказать. Вот я его скачал где-то в январе и вот в 2020 году оставлял все отметки. Здесь у нас по странам и по континентам. В группах мы имеем группы, что естественно конечно. И сейчас у меня создана здесь группа рыбалка, которая включает в себя как раз все места, куда мы ходили на рыбалку. И далее есть настройки, где имя пользователя. Это зарегистрированный аккаунт с фейсбука. Имеем статистику, то есть по миру, по континентам. Импорт и экспорт имеется. Настройки шрифтов, языка, цвет булавки, то есть самой отметки на карте тип булавки, какую вам больше удобно. Источник карты, тип карты, там спутник, стандарт, наслоение, прозрачный слой, ну и здесь уже идут такие функции обратной связи, то есть репост, отзыв и общение с разработчиками. Также эта версия бесплатная, но можно купить полную версию за 529 рублей единоразово, это не подписка, которая включит в себя дополнительные функции, будет неограниченное количество мест и неограниченное количество в группах. Мне хватает и такой вот обычной версии, но думаю 529 рублей, если особенно вы еще занимаетесь туризмом, не особо дорого для такого приложения. Посмотрим именно по рыболовным местам. Допустим, наши отчеты происходят с песчаных карьеров в городе, вот они, и как раз таки здесь отметка, что это такое? Пески. Далее идет в примечании, что здесь ловится. Также в примечаниях можно оставить все различные комментарии, на кого мы хотим ловить, какими снастями, какой использовать прикром, указать транспорт можно и даже сделать фотографию данного места. И дальше мы видим, что можно их ставить прям рядом, друг с другом и также оставлять большинство отметок. Также напомню, что в пробной версии можно оставлять только 50 отметок и скомпоновать их в две группы. Но думаю, для такой любительской рыбной ловли это приложение довольно таки пойдет и в обычной версии. К сожалению, здесь нет именно трекера. То есть, допустим, мы не можем установить какую-то отметку на карте и провожить маршрут к точке нашей рыбалки. Но думаю, здесь самая суть это в информативности места именно. То есть, мы ставим отметку и туда идем. Думаю, проблем, если вы туда зашли один раз, то во второй раз дойти до того места проблем не будет. Можем даже отметить там в какой-нибудь другой местности. Допустим, вот тут какую-то европейскую деревню мы нашли. И так по всему миру. Отличное приложение для туристов и рыбаков. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте обратную связь, отзывы. Мы всегда отвечаем и ждем ваших идей. А с вами был Брим Тим. Всем пока!